К другим темам. На месте взрыва у родильного дома в Шимкенте уже двое суток разбирают завалы. Напомню, жертвами трагедии стали три человека, в их числе и новорожденный. Состояние других пострадавших медики оценивают как стабильное. Мощный удар повредил не только здание перинатального центра, но и несколько квартир, расположенные вблизи пятиэтажки, а также 11 автомобилей. Однако причины произошедшего до сих пор неизвестны. Ранее сообщалось, что на расследование может уйти месяц. В тот роковой день в областную клиническую больницу Шимкента с различными травмами доставили пять человек. Один из них находился в тяжелом состоянии. Спасти его, к сожалению, не удалось. Сегодня еще одному пострадавшему провели операцию на челюсть. Сейчас у нас находится четверо пациентов. У них имеются различные переломы, осколки на теле, множественные гематомы. Один пациент со стрясением мозга сегодня переведен из реанимации. Состояние стабильное. В результате мощного взрыва в аптеке пострадало не только здание родильного дома, но и пятиэтажка, расположенная неподалеку. Ударная волна разрушила здесь окна, двери и даже бетонные плиты. В нашей квартире опасно находиться, потому что у нас в потолке, в потолочном перекрытии, в бетонной плите, находится трещина, которая может обвалиться в любой момент. У соседей, которые живут напротив, у них частично нарушены стены. Соответственно, там тоже находиться нельзя. У кого было куда уехать, мы все разъехались к родственникам. А те, кому пойти некуда, они остаются жить здесь. Хотя это тоже опасно, потому что мы еще не знаем, в каком состоянии этот дом. Многие боятся возвращаться в свои квартиры. Мы требуем, чтобы наш дом полностью восстановили и отремонтировали до его первоначального состояния. К месту происшествия стянута вся необходимая техника и люди, которые продолжают расчищать территорию от завалов. Тем временем власти пытаются установить виновных в трагедии. Именно они и будут возмещать материальный ущерб пострадавшим. Демонтаж кровли, которая пострадала. После демонтажа кровли, восстановление кровли. Далее, сегодня мы с утра с квартировладельцами обговорили по составлению дефектного акта, по оценке нанесенного ущерба квартирам. Дефектный акт готовится. Вслед за этим по проекту тот, кто будет признан виновным в произошедшее, за счет его будет восстановление. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. Когда перинатальный центр сможет снова принимать пациентов, станет известно после полного расследования.